Всем привет! Продолжаем смотреть интересных художников, их картины, работы. Сегодня хочу вас познакомить с Джорджем Эстоном Куком 1793-1849 год. Он был странствующим художником Америки, который специализировался на портретной и пейзажной живописи. Был одним из самых известных художников Юга в середине 19 века. Его главным покровителем был промышленник Дэниэл Пратт, который построил ему галерею в Пратвере, штата Алабама. Я зачитываю переводную википедию. Так, родился в округе штата Мэррэнд. В раннем возрасте отказался от начинающей карьеры в бизнесе, чтобы стать художником. После нескольких лет рисования портретов Кук уехал в турне по Европе. Там он основном изучал, копировал работы мастеров эпохи Возрождения. Причем многие экземпляры Кука отправлялись обратно в США для показа и для продажи. Тем самым он зарабатывал себе ножи. Где-то между 1826 и 1830 годами он сделал копию в Париже плота Медузы Теодора Жирико. Уменьшенная версия была показана в Бостоне, Филадельфии, штат Колумбия. Очень хорошие отзывы получил о картине. И она была куплена бывшим адмиралом Уреев Филлипсом, который оставил его в 1862 году Невероскому историческому обществу. После возвращения в США Кук и его жена провели несколько лет путешествия и работая без постоянного дома. Его творчество распространилось по всему югу Соединенных Штатов, где он в основном зарабатывал на жизнь писанием портретов как известных, так и обычных людей. И к 1840 годам его портреты принесли ему финансовый успех и региональную известность. Так написано в Википедии. В 1844 году он встретил алабанского промышленника Дэниела Прата. И Прата сразу привлекла работа Кука. Он решил предоставить художников два этажа в одном из своих складов, чтобы Кук мог использовать их как галерею и студию. И через несколько лет Прат решил сделать отдельную галерею к своему дому в Пратвиле исключительно для размещения произведений искусства Кука. Одна из самых больших картин интерьер собора Святого Петра в Риме 17 на 23 с половиной фута, которая, кстати, до сих пор входит в число самых больших в мире, была пожертвована Пратом университету в Джорджии. В 1849 году умер, заболев холерой. Интересно, что через 20 лет после его смерти выяснилось, что галерея в Пратвиле, о которой я говорил, была заражена сухой гнилью и должна была быть снесена, чтобы предотвратить распространение гнили. В результате все работы Кука, размещенные галереи были уничтожены или рассеяны. Вот так немножко вкратце у художники Джорджа Эстони Кук, странствующий художник Соединенных Штатов. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok